Привет всем! В эфире Студента У. О последних событиях в жизни Ставропольского государственного аграрного университета расскажу вам я, Александр Шаламов. На базе аграрного университета всю неделю проходили конкурсные испытания в рамках открытого вузовского чемпионата WorldSkills. Пять компетенций, участники из разных вузов региона, несколько дней и уникальная возможность стать лучшими. Подробнее расскажет Злата Гречишкина. 32 участника, 2 сертифицированных эксперта Союза WorldSkills и 36 экспертов-компатриотов. Аграрный снова стал площадкой для молодых профессионалов. Мы встречаем тех, кто носит гордое звание «Молодые профессионалы». Посмотрите, какое название. Вы уже являетесь профессионалом, потому что многие из вас являются победителями в своих направлениях, в своих музах. У вас впереди очень серьезные туры, которые позволят вам выявить более сильнейших, тех, которые являются более подготовленными, хотя, безусловно, каждый из вас имеет хорошую базу. В течение трех дней лучшие студенты разных вузов Юга России соревновались в знаниях по пяти компетенциям. Агрономия, администрирование отеля, изготовление прототипов, предпринимательство, электромонтаж. Я участвую в компетенции как предпринимательство, и мы со своим напарником готовим очень интересный проект, так что мы надеемся на победу, и в финале вы нас обязательно увидите. При прохождении заданий участники испытывали противоречивые эмоции. На самом деле очень волнительно, так как настолько тебя охватывают такие эмоции, страх, расстройство, тревожность. Очень развивает само понимание электромонтажа, потому что в теории это все только на словах, а тут мы получаем практические навыки. Одной из баз для испытания участников стал Центр молодежного инновационного творчества «Вектор» на базе факультета механизации сельского хозяйства. Был у нас создан когда-то в рамках нацпроекта учебно-научный центр проектирования и оптимизации механических систем производственных процессов. Ребята выросли из этого центра, создали свой молодежный, выиграли несколько грантов и российских, и местных, региональных, и создали базу, которая сейчас насчитывает оборудование около 50 миллионов рублей. Для студентов были подготовлены разные задания. Прежде всего, это основа основ, это трехмерное моделирование, им всего выдается один чертежик и техническое описание будущего изделия. По этому чертежу и по техническому описанию ребята, соответственно, создают сначала трехмерную модель. Следующий модуль – это у них реверсивный инжиниринг, когда какая-то готовая часть, ну или там изготавливаемая промышленностью деталь, вот они ее должны отреверсить, перевести в виртуальный мир, потом, собственно, скомпоновать это в виртуальном мире с тем, что они смоделировали с той трехмерной моделью прототипа, вот, и, естественно, в итоге получить физически готовый функциональный прототип. На закрытии чемпионата WorldSkills присутствовали почетные гости. Участников, экспертов и гостей приветствовал ректор Ставропольского государственного аграрного университета, академик Российской академии наук, профессор Владимир Иванович Трухачев. Из рук первых лиц администрации Ставропольского края студенты получили заслуженные награды. Конкурс для нашего вуза завершился абсолютной победой. Во всех пяти компетенциях студенты аграрного университета заняли первые призовые места. Конкурс «Молодые профессионалы» подошел к концу. Как всегда, студенчество Ставропольского государственного аграрного университета показало себя на высшем уровне. Увидимся в следующем году. Злата Гречишкина, Амин Жилов, пресс-служба, СТГАО. Студенты ветеринарного факультета познают профессию на практике. На минувшей неделе молодые врачи посетили Ставропольскую межобластную ветеринарную лечебницу. Группам провели экскурсию по лабораториям, где специалисты проводят диагностические исследования более чем по 100 заболеваниям, выделяют и идентифицируют возбудители бактериальных вирусных заболеваний животных. Это бесценные знания для студентов, которые позволят им увидеть работу медиков на практике. Традиционно, в преддверии Дня Великой Победы, в Ставрополе проходит патриотический автопробег по местам боевой славы. В этом году, впрочем, как и всегда, студенты аграрного не остались в стороне. Краевой автопробег «Эх, путь, дорожка, фронтовая» проходит на территории Ставропольского края пятый раз. В числе автомобилей по местам боевой славы проедут ретро-машины. За рулем некоторых – студенты аграрного университета. «На самом деле эмоции просто непередаваемые. Даже не из-за того, что машина может быть старая или еще из-за чего-то. Просто тот дух, который она в себе несет, и те ощущения, когда ты едешь в колонне, и как люди реагируют на все происходящее, просто доставляют огромное удовольствие. Это огромная разница в том, когда ты ездишь просто на машине или на ретро, особенно в составе колонны». Маршрут следования включает более ста населенных пунктов края и торжественно завершится на Параде Победы в Ставрополе. «Вы знаете, губернатор Владимир Владимирович сказал, что много патриотизма не бывает. Мы занимаемся и патриотическими форумами, и автопробегами, проводим Знамя Победы. И у нас другие спортивные мероприятия, и познавательные викторины». Участники мероприятия развернули Знамя Победы размером почти 250 квадратных метров и теперь провезут его по городам и районам, где пройдут праздничные митинги. «Это интересная, классная акция, которая несет за собой большой смысл, большой опыт тех годов, тех лет. Наша акция как раз таки и позволяет так просто охватить практически весь край. Вот за пять лет мы, наверное, уже практически все села объехали, все населенные пункты». Трудно переоценить важность миссии, которую несет автопробег. Молодежь должна сама чтить память о подвиге советских солдат и каждый год передавать ее более юному поколению. «Очень радостно, что студенты не забывают про существование таких мероприятий и ничего не мешает им приходить сюда в 9 утра, в субботу, в Парк Победы, а не оставаться дома, а приходить сюда и показывать то, что мы чтим память о наших предках, о наших героях, и то, что такие мероприятия действительно очень важны». Татьяна Скрипченко, Амин Джилов, пресс-служба СТГАУ Весна – прекрасное время года. Неудивительно, что именно сейчас представительницы всех факультетов решили покорить вуз своей красотой, талантами и женственностью. Конкурс Мисс Университета прошел в Аграрном в 20-й раз. 10 факультетов, 10 прекрасных девушек, 3 конкурса и только одна коронапобедительница. Мисс Университет покоряет Аграрный уже 20-й раз. На победу девушек напутствовал ректор Ставропольского государственного аграрного университета, академик РАН, профессор Владимир Иванович Трухачев. «За 20 лет моей работы в УЗИ подробного нас не было. Какие же вы все-таки умницы. Красавицы. Замечательные, красивые, обаятельные. Сколько у вас жизненной энергии, сколько у вас тепла, сколько у вас патриотизма. Как вы любите нашу Россию, любите свои факультеты, специальности, любите жизнь. Одним словом, вы любите, и это правильно! Главным испытанием стало даже не традиционное дефиле, а творческий конкурс. Девушки смогли удивить зал и членов жюри вокальными данными, ораторским искусством и безупречными танцами. Девушки боролись за ленты победительниц в нескольких номинациях. Обаяние, очарование, грация и приз зрительских симпатий. К слову, зрители не остались в стороне. Каждый факультет всей душой болел за свою участницу. Главной интригой вечера все же оставалось имя победительницы. И вот под несмолкающие овации звание «Мисс Университет» и корона самой красивой девушки вуза досталась студентке учетно-финансового факультета Яне Назаренко. Хочется сказать спасибо моему факультету. Они очень-очень-очень меня поддержали. Хочется сказать спасибо моей маме, которая шила мне костюмы. Спасибо всем огромное. Университет самый лучший. Символично, что за Яну в зале всей душой переживали родители. В прошлом – выпускники Аграрного университета. Вообще-то сегодняшний вечер был очень актуальным. Вот Владимир Иванович говорил, что 20 лет назад он сюда пришел. А 20 лет назад я закончила этот вуз. И мы были первым выпуском, кому Владимир Иванович вручал дипломы. Это был экономический факультет выпуска 99-го года финансовый кредит. Поэтому это было очень актуально. И получается круглая дата. Конкурс получился яркий. Студентки Аграрного сияли под стать короном и софитом. 20-й конкурс завершен. А девушки уже начинают подготовку к следующему году. Когда весенний вечер вновь наполнится грацией, обаянием и красотой. Анастасия Погребная, Минжилов, пресс-служба СТГАУ. Это была программа «Студент.АУ». Увидимся на следующей неделе. И помните, поступайте правильно. Поступайте в аграрный. Продолжение следует...